Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость, и на этот раз новость будет связана с правами военнослужащих. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизиты которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен депутатами Государственной Думы, но и по фамилиям можно понять, что это депутаты от КПРФ. Поправками предлагается внести изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. И данные поправки конкретизируют вопрос, связанный с порядком увольнения военнослужащего. Так, предлагается установить, что военнослужащий не должен исключаться из списка личного состава воинской части в период, когда он находится как на стационарном, так и на амбулаторном лечении. То есть в данном случае дополняется исключение, связанное с амбулаторным лечением. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на то, что зачастую военнослужащих увольняют, когда они находятся на амбулаторном лечении. То есть, по сути дела, увольняют больных военнослужащих. И в связи с этим военнослужащие лишаются своих прав и гарантий, в том числе, например, прав на служебное помещение. И, по сути дела, как указывают в пояснительной записке, больных военнослужащих выбрасывают на улицу. Соответственно, чтобы устранить такую несправедливость и дискриминацию, предлагается принять соответствующие поправки. Следует заметить, что на данный законопроект уже есть заключение правительства, и это заключение отрицательное. Во-первых, правительство указывает на то, что амбулаторное лечение может быть не связано с недееспособностью и нетрудоспособностью военнослужащего. То есть, оно может проходить в плановом порядке. Поэтому оснований не увольнять военнослужащего в данном случае нет. Во-вторых, правительство указывает на то, что такое законодательное положение может привести к злоупотреблениям со стороны военнослужащих, которые будут затягивать процесс увольнения. Наконец, правительство указывает на то, что законопроект может привести к дополнительным расходам бюджета. Однако, авторы не предоставляют расчета дополнительных расходов, а также не предоставляют информации за счет каких источников погашать данные расходы. В этой связи правительство выступает против данных по праву. Что касается перспектив данного законопроекта, то с учетом отрицательного заключения правительства, вряд ли Государственная Дума одобрит данные изменения. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.